Изменившийся налог на имущество затронет каждую российскую семью. В налоговый кодекс, простите, впервые введена отдельная глава налоги на имущество физических лиц. Это квартиры, комнаты, особняки, дачи и гаражи. Кроме того, объекты налогообложения признаются недострои. С них в 2015 году придется также платить налог на имущество. Марина Меншикова продолжит. Налоговые изменения коснутся владельцев квартир, комнат, жилых домов, гаражей и машиномест. Также объектов незавершенного строительства и прочих объектов недвижимости. С этого года придется платить по совершенно новой методике расчета. Поменялся, в принципе, порядок расчета налога. Если раньше мы платили налог с инвентаризационной стоимости, которую рассчитывали органы техинвентаризации, то с этого года на территории Архангельской области мы будем уплачивать налог с кадастровой стоимости. Сумма налога составит 0,1% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. То есть, если вы располагаете трехкомнатной квартирой в центре Архангельска стоимостью 4 858 477 рублей и 66 копеек, то выложить за нее придется 3559 рублей. Что на тысячу меньше, нежели по действующему налогу. Стоит также отметить, что налоговая база за каждую квартиру уменьшится на кадастровую стоимость 20 квадратных метров, за комнату на 10, а за жилой дом на стоимость 50 квадратов. Важно, что и дачи также отнесены к индивидуальным жилым постройкам. Кроме того, законом предусмотрен поэтапный переход к уплате полной суммы налога. В период с 2015 по 2018 годы порядок расчета будет определяться с учетом понижающих коэффициентов, которые перестанут работать в 2019 году. Пересмотрен и порядок предоставления льгот некоторым категориям граждан. Льготу можно будет применить только на один объект. Если у пенсионера, допустим, три квартиры, то в 2014 году он полностью льготировался и вообще ни за одну квартиру, в собственности три квартиры, ни за одну квартиру налог не уплачивался. То теперь с этого года он имеет право под льготу только одной из квартир по его выбору. То же самое правило отныне будет касаться гаражей и жилых домов. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте Росреестра. В случае несогласия с ней технические ошибки подчеркивают налоговые вероятны. Нужно обратиться в Росреестр или суд с требованием пересмотреть стоимость объекта. Как и прежде, сумму налога будут рассчитывать инспекция и направлять владельцам уведомлений квитанции. Срок уплаты 1 октября 2015 года. Марина Менщикова, Владимир Рычагов и Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск.